Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первые Видео Авторынок. Кстати, если вы еще не являетесь подписчиком нашего канала, советуем подписаться, ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересной, а главное полезной информации о том, что касается выбора поддержанного автомобиля, в том числе и обзора на машины, причем не только в формате тест-драйвов, но и в формате технических обзоров тоже, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их снизу на подъемнике. Наш сегодняшний небольшой и недлинный ролик будет посвящен как раз-таки полезной информации, которая может запросто пригодиться вам при выборе булочной машины. Ведь без всякого преувеличения можно сказать, что основным этапом при осмотре любого поддержанного автомобиля будет сверка ВИН-номера и номера двигателя. Вкратце, ВИН – это Vehicle Identification Number – идентификационный номер автомобиля. Так же, как и индивидуальный номер налогоплательщика ИНН или отпечатки пальцев, 17-значный ВИН-код автомобиля однозначно идентифицирует именно конкретную машину. Согласно требований законодательства, производитель не имеет права маркировать автомобили, выпущенные в 30-летний период одним и тем же повторяющимся ВИН-кодом. В случае, если ВИН-номер поврежден, например, вследствие коррозии, либо подвергался изменению, такой автомобиль, конечно же, не только не поставят на регистрационный учет в ГИБДД, но, скорее всего, если экспертиза действительно установит криминальное вмешательство в ВИН-код, автомобиль будет изъят как вещдок. И даже в случае, если вы получите эту машину обратно, восстановить учет на ней будет проблематично. Одним из вариантов в таком случае будет лишь распродажа ее по запасным частям. Так что к проверке ВИН-номера нужно подходить особенно тщательно. Чуть лучше ситуация с номерами двигателя. Большинство людей так или иначе помнят некий период времени, когда двигатель вдруг перестал быть номерным агрегатом. Вернее, не то чтобы перестал, но сотрудники ГИБДД не обращали столь пристальное внимание на маркировку, либо на ее сохранность. Однако в последние годы ситуация в этой сфере становится более упорядоченной и немножко ужесточается. Скажем так, если вы приобретаете автомобиль, где номер двигателя не совпадает, но при этом двигатель установлен модель в модель, то есть совпадает именно та часть, которая обозначает маркировку типа двигателя, установленного на ваше транспортное средство, то, скорее всего, никаких проблем при регистрации в ГИБДД у вас не будет. Инспектор просто проверит ваш номерной агрегат по базе розыска, и если он в ней не числится, регистрацию автомобиля осуществят с корректировкой сведений в ПТС. Однако, если номер двигателя по какой-то причине также не читается, например, съеден коррозией, либо отсутствует вовсе, автомобиль могут направить на техническую экспертизу. И в том случае, если экспертиза установит, что номер двигателя подвергался изменениям, то данный агрегат у вас изымут, как вещдок по уголовному делу. Ну а вам уже придется устанавливать в свой автомобиль какой-либо другой, булочный агрегат с читаемым номером. Так что при осмотре машины номер двигателя стоит проверять хотя бы из тех соображений, чтобы убедиться, что он не был спилен. Правда, сделаем одну оговорку. По нашему опыту с такими ситуациями нам приходилось сталкиваться. Бывает такое, что автомобиль в период нахождения на гарантии у официального дилера получает замену агрегата в случае, например, выявления заводского дефекта. И в этом случае очень часто ставится двигатель запчасть, блок которого не имеет номера с завода. В этом случае поставить подобный автомобиль на учет в ГИБДД и доказать отсутствие криминального следа может письмо из дилерского представительства, где, собственно, замену и производили. Как правило, оригинал подобной бумаги с печатью и подписью официального дилера органами ГИБДД принимается и регистрация проходит без проблем. В этом случае площадка с номером двигателя выглядит как гладкая поверхность, на которой никогда и ничего не выбивалось. В этом ролике мы постарались собрать для вас несколько примеров наиболее распространенных на вторичном рынке автомобилей. Посмотрев его, вы будете ориентироваться, где на этих машинах находятся идентификационные ВИН-номера, а также номер двигателя. Список конкретных моделей в этом видео вы найдете в описании под роликом. Ну а теперь поехали на конкретных примерах. Citroën C-Crosser, он же Peugeot 4007, он же Mitsubishi Outlander XL. Основной ВИН-номер у этих автомобилей выбит на моторном щите и доступен для обзора без всяких спецсредств. Номер дублируется также на табличке на правой средней стойке кузова. А вот что касается номера двигателя, здесь будут различия в зависимости от того, каким типом ДВС укомплектован конкретный автомобиль. В нашем случае двигатель 4B12, это 2,4 литра, рядная четверка. Номер двигателя здесь выбит на краю площадки над масляным фильтром. Видно его сверху. Вам понадобится разве что фонарик и протереть площадку от грязи. Если же Outlander, который вы смотрите, оснащен трехлитровым двигателем, то номер вы будете искать на стыке с коробкой передач на площадке со стороны передней головы. Honda Freed или Honda Freed Spike. Эти автомобили не имеют ВИН-номера, поскольку предназначены для внутреннего рынка Японии. Вместо ВИН-кода на этих автомобилях используется номер кузова, он же Frame Number. Чтобы его увидеть, нужно будет сдвинуть в сторону пластиковую заглушку с надписью Frame Number, а также поклониться японскому гостю, поскольку номер выбит под таким углом, что увидеть его сверху будет невозможно. Дублирующий номер нанесен на табличке на левой средней стойке. Ну а рассмотреть номер двигателя на этих автомобилях можно безо всякого труда, даже не утруждая себя в наклоном в подкапотное пространство. Довольно большая площадка с крупными и хорошо читаемыми цифрами располагается на стыке двигателя и коробке передач. Hyundai AX35 с двухлитровым бензиновым двигателем G4KD. У этого автомобиля основной ВИН-номер выбит на полу кузова, в ногах переднего пассажира. Чтобы увидеть ВИН-номер, вам придется отодвинуть до упора назад пассажирское сидение и заглянуть в специально вырезанный в напольном покрытии лючок. ВИН-номер AX35 также дублируется еще в двух местах. В окошке лобового стекла в левом нижнем углу, а также на наклейке на левой средней стойке кузова. Чтобы прочитать номер двигателя на дорестайлинговом G4KD, вам необходимо будет вооружиться инспекционным зеркалом и желательно фонариком. Площадка с номером находится на стыке двигателя и коробке передач. При этом вам надо будет расположить зеркало с наклоном под углом, примерно под патрубком системы охлаждения, как показано на видео. Lada Vesta с двигателем 21129, объемом 1,6 литра. Что касается доступности номера кузова, то в данном случае конструкторы даже, пожалуй, с ней немножко переборщили. И основной ВИН-номер и дублирующая табличка на Lada Vesta расположены на центральной средней стойке кузова. Нужно ли говорить, что в случае ДТП по правой средней части этот номер будет поврежден, либо утрачен вовсе, и последующие манипуляции с подобным автомобилем будут производиться уже только через экспертизу с нанесением соответствующей полицейской маркировки. Что касается номера двигателя, он расположен на заднем торце силовой установки со стороны коробки передач, если можно так выразиться, в поперечном направлении. Увидеть его достаточно непросто, можно использовать зеркало, но дополнительный свет придется использовать в любом случае. Кроме того, в случае грязного подкапотного пространства номер будет забрызган. И, что еще хуже, на Vesta, как и, например, на Renault Logan, номер со временем имеет свойство ржаветь, что не добавляет легкости в прочтении маркировки. Nissan Murano в 51-м кузове. Основной ВИН-номер этого автомобиля выбит на полу, в ногах переднего пассажира. Чтобы увидеть ВИН-код, нужно будет сдвинуть до упора назад пассажирское кресло и посмотреть в лючок в напольном покрытии. ВИН-автомобиль также дублируется на левой средней стойке кузова в виде таблички. Что касается номера двигателя, чтобы увидеть его на Murano, из спецсредств вам понадобится разве что фонарик. Номер выбит на горизонтальной площадке со стороны коробки передач, рядом с задней головкой блока. Прочитать номер двигателя с первого раза может не получиться, но здесь все упирается в правильный угол обзора. Nissan Qashqai в кузове G10 с двухлитровым мотором MR20DE. На этом автомобиле и ВИН-номер, и номер двигателя расположены, можно сказать, в эталонной доступности. И какие-либо спецсредства для того, чтобы их увидеть, вам не понадобятся. Основной ВИН-номер, выбитый на кузове, выбит на моторном щите за декоративной заглушкой в жабо. Хотя его прочтению, решетчатая жабо, в общем-то и не препятствует. ВИН-номер также дублируется под лобовым стеклом в левом нижнем углу. Что касается номера двигателя, то единственное, что может воспрепятствовать вам прочитать номер двигателя MR20, выбитого на стыке с коробкой передач и находящегося прямо перед глазами, это либо его загрязнение, либо физическое отсутствие. Nissan X-Trail в кузове T31. У этого автомобиля основной ВИН-номер выбит за жабо на моторном щите. Чтобы его увидеть, нужно будет убрать декоративную заглушку. Дублирующий ВИН расположен на табличке практически рядом, на правом стакане в подкапотном пространстве. Что касается номера двигателя, для MR20DE номер выбит в эталонной доступности на стыке с коробкой передач. Его видно сверху, без всяких спецсредств. Opel Mokka с атмосферным двигателем 1.8 литра, на 140 лошадиных сил. Z18XER. ВИН-номер на этом автомобиле будет дислоцирован в нескольких местах. Основной ВИН-номер на кузове выбит на моторном щите посредине. Так же, как и дублирующий ВИН-код под лобовым стеклом, он начинается с буквы W. Это номер машинокомплекта, если речь идет о автомобиле, собранном на территории Российской Федерации. Этот номер фигурирует в ПТС наряду с основным ВИН-номером, но основной ВИН в данном случае будет нанесен на наклейке, на правой средней стойке кузова и будет начинаться на X. Именно под этим российским ВИН-номером автомобиль будет фигурировать как в ГИБДД, так и по всем возможным базам для проверок. Рено Дастер с двухлитровым бензиновым двигателем. Основной ВИН-номер на этом автомобиле выбит на правом стакане под капотом пространстве. Он находится сверху и его видно без всяких спецсредств. Дублирующий ВИН вы можете найти на наклейке таблички, которая располагается на правой средней стойке кузова. А вот номер двигателя на двухлитровом агрегате так просто не увидеть. Проще всего воспользоваться собственным смартфоном. В этом случае вы можете сфотографировать место расположения номера двигателя. Все, что вам необходимо будет сделать, это просунуть смартфон между коллектором и радиатором и сделать снимок плюс-минус зоны чуть правее и выше масляного фильтра. Итогом данной манипуляции будет вот такая фотография, на которой номер двигателя будет отчетливо виден при условии, что он не покрыт грязью. Сузуки Гранд Витара с двигателем 2,4 литра J24B. У этого автомобиля основной ВИН-номер расположен в зоне эталонной доступности на отливе на моторном щите. Видно его безо всяких спецсредств. ВИН-код также дублируется на табличке на правом стакане в подкапотном пространстве и под лобовым стеклом с левой стороны. Что касается номера двигателя, выбит он здесь на блоке цилиндров с левой стороны по ходу движения автомобиля, на стыке с коробкой передач. Место для расположения номера двигателя в данном случае выбрано не совсем удачно. Как в плане удобства осмотра, в данном случае нам пришлось использовать зеркало, чтобы продемонстрировать вам место расположения. Хотя в реальности вы можете увидеть его и невооруженным взглядом. Так и по части того, что номер двигателя на Витарах всегда скрыт под достаточно плотным слоем грязи. Спасибо тем из вас, кто досмотрел наш, в общем-то, неразвлекательный материал до конца. Вы могли заметить, что на некоторых автомобилях дополнительные дублирующие маркировочные таблички металлические на заклепках, а на каких-то имеют форму наклеек. Так вот, если вы приехали ставить на учет автомобиль, на котором дополнительная дублирующая табличка была когда-то в виде наклейки, но по каким-то причинам покинула кузов автомобиля, например, была смыта на мойке, то, как правило, никаких последствий это за собой не повлечет. И шанс, что вас отправят на экспертизу, в случае, если с основным виндомером на кузове все нормально, минимальный. Но если вы покупаете автомобиль, у которого основная дублирующая табличка должна быть приклепана на своем посадочном месте, но вместо таблички зияет пустое место и дыры от заклепок, вот это как раз таки повышает шансы вашего автомобиля отправиться на экспертизу. Правда, в случае, если она докажет естественную причину потери этой самомаркировочной таблички, никаких последствий для вас это не повлечет. Также сделаем одну оговорку. Конечно, грамотно измененную маркировку кузова вы, будучи непрофессионалом, возможно, и не распознаете. Но, по крайней мере, обезопасить себя от откровенной липы, к примеру, проверив основную маркировку на моторном щите, либо на полу при помощи толщиномера на предмет вторичного окраса, вам будет под силой. Ну, вот и все на сегодня. Если наш сегодняшний сюжет был вам чем-то полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и пишите в комментариях, какие автомобили вы хотели бы видеть в наших роликах на будущее. Спасибо вам за просмотр и за внимание. Хорошего дня. Пока.